Добрый день дорогие друзья! В прошлом году я посадил абрикос, не один, а несколько абрикосов. Я показывал, рассказывал о том, как я сделал это. Если не видели, можете посмотреть видео, оставлю в подсказках и в описании. И вот сейчас я хочу вам показать состояние абрикоса, как он перезимовал. Также хочу обратить ваше внимание на ту газонную траву, которую мы с вами съели. Уже это было где-то вторая половина августа в прошлом году, поэтому она не зашла. Но сейчас мы вот видим, как она зашла. Это я здесь подвязывал, сейчас немножко ее потоптал. А так она вот таким вот ковром проросла вокруг приствольного круга, уплотнила дерн. Но не везде, конечно, она зашла. Некоторые есть проплешины. Но тем не менее, вот это место мы с вами здесь делали. Эмульчирование по кругу ямкой посеяли вот эту газонную траву. Вот так это выглядит. Пришлось в нее косить. Грунт я делал здесь питательный, и она просто обалденная, шикарная, зеленая получилась. Для нее это просто очень хорошая земля, и она активно растет. И я уже несколько раз ее постригал, и она все идет и идет. Поэтому, возможно, использовать какую-то, может быть, другую газонную траву, которая не так активно растет. Я надеюсь, у меня слышно будет, микрофон перевернулся. Вот такая ситуация сейчас по самому абрикосу. Он, как мы видим, перезимовал хорошо. Некоторые ветки, я их подрезал, они подмерзли. Но, в общем и целом, как мы видим, абрикос нормально перезимовал, и хорошо растет и развивается. Я сейчас произвел, как я говорил в прошлом году, что не буду делать при посадке, произвел формировку его. Формировку буду делать с улучшенной чашей. То есть, ну, потом по мере роста и развития будет появляться формировка. Я сейчас некоторые оставил здесь просто боковые, потом их сформирую. Вот центральный, основной, вот он. Вот такая ситуация сейчас по абрикосам. Ну, пока все хорошо, пока он хорошо развивается. Буду дальше за ним ухаживать, соответственно, поливать и подкармливать. Посмотрим, как он будет развиваться. Дальше здесь, ну, пока все вроде бы хорошо. И никаких заболеваний различных я на нем проявления не вижу. Единственное, что, конечно, муравьи немножечко тут хозяйничают, листочки тлюрусовые разводят. Но здесь не так видно, а вот на другом абрикосе, там они что-то прям сильно заполонили это. И прям, как у себя дома. Вот такие дела. На этом все. Если тебе понравилось видео, нажимайте мне нравится. Если еще не подписаны на канал, подписывайтесь. До встречи в новых видео. Все, пока.